В минувшие выходные в подмосковные Химки съехались профессионалы и любители лыж. Здесь прошел московский этап всероссийской гонки «Лыжня России». Среди участников были и жители нашего города. Для них, как обычно, был выделен автобус до места назначения и обратно. В бой лобнинцев провожала Екатерина Клемешева. Смотреть по телевизору интересно. Стать участником глобальной гонки самой массовой в стране интересно вдвойне. И не сложно. Было бы желание. Место в автобусе найдется. Спорткомитетом предоставлен автобус для всех желающих для выезда на это мероприятие «Лыжня России». Мы ждем людей. Многие уже уехали своим ходом туда, уже получили номера, получили шапочки. Будем встречаться там на старте. В бой ринулись ветераны спорта, их дети, внуки, правнук. Владимир Казаков раньше участвовал в подобных соревнованиях. Впервые побежит лыжа в лыжу с внучкой. Я на соревнованиях часто выступал раньше. Ну, когда служил там, прочее. А так катаемся постоянно с нами. Расскажите, почему вот вообще решили при ней поехать на «Лыжню России»? Как вообще? Зачем? Ну, в основном, чтобы ребенок знал, что такое «Лыжня России». Для удовольствия, для посмотреть массовость, радость там людей. Вот мы, собственно говоря, вот ради этого. Ради того, чтобы кругозор у ребенка повысился. Многие к месту назначения отправились на собственном транспорте или воспользовались общественным. Так что к тысячам спортсменам и любителям лыж присоединились 200 лобнинцев. Делегацию возглавил глава города Евгений Смышляев. В этом году забег проходит на базе Олимпийского учебно-спортивного центра «Планерная» в Химках. Для одних принять участие в «Лыжне России» – традиция, для других – мечта детства. Еду первый раз, но всю жизнь об этом мечтала. Как-то в прошлом году не получилось, заработала, все не получалось, то внуки. А сегодня дочь сказала в интернете, говорит, мама, ты представляешь, «Лыжня России, твоя мечта». Я быстренько позвонила, записалась и поехала. Участникам выдали стартовые номера, значки, шапочки с логотипом гонки. «Лыжня России-2018» – красуется надпись на головном уборе маленькой Даше. Ей всего восемь, но она уже опытный лыжник. Там стреляет такой пистолет и старт. И все лыжники едут. Вместе с Дашей побежит на лыжах ее младшая сестра Вера. Девочке четыре года. Спортивную карьеру только начинает. За сестрами присматривать будет папа, если угонится за неугомонной детворой. Даша старше, она уже года четыре, как вот с четырех лет. Ну, а Вера уже была, кстати. Ну, пройдем с ней поменьше. С каким настроением? С позитивным. Все, чтобы не болеть, радость, праздник. Вот и все. Более 23 тысяч человек участвовали в гонке. Спортсменов приветствовал губернатор Московской области Андрей Воробьев. Соревнования начались со стартового выстрела. Участникам предлагалось преодолеть 10-километровую трассу. Я очень хочу 10 пройти. Мне трасса очень нравится. Очень много спусков. Мне как раз нравятся спуски. Вот и очень люблю коньковым ходом. Не знаю, как сегодня. Столько снега намело, как получится или нет. Погода сегодня отличная. Минус 7 градусов – это идеальная погода вот как раз для такой трассы. И даже много снега – это тоже идеально для такой трассы, для людей, чтобы меньше было падений. В забеге принимали участие олимпийские чемпионы Александр Легков, Янна Ягорян, двукратная обладательница Кубка мира по биатлону Анфиса Рестова и другие именитые спортсмены. Выйти на старт вместе с ними дорогого стоит. Почувствовать себя, почувствовать свои силы, дисциплину, воспитание уверенности в себе. Лыжня России проводится ежегодно с 1982 года и считается самым масштабным по количеству участников и географическому охвату мероприятием в мире. В 2017 году на старт гонки вышли более полутора миллиона человек. Наиболее массовые соревнования проходят именно в Московской области. Екатерина Клемешева, Алексей Бойко, Александр Михайлов, Екатерина Детловская, телекомпания Лобня.